У нас 11 июля 2017 года, вот продолжается день. Здесь вот у Надежды Васильевны вот ее домик Лапкиной. Сейчас уже без пяти двенадцать. Здесь мы пришли, у нас уже четвертый раз траву убираем. Настолько земля плодородная, что быстро сорняк вырастает. Это у нас здесь тыква. Хорошие уже плети выросли. Пока занимались другими огородами, тут уже заросло опять все заново. Таким образом, сейчас тяпкой проходит все это, траву убирает. Вот они такие плети длинные. Это вот тыкву тут садили. Сегодня у нас уже 11 июля. Вот какая плеть. Ну, черт тут считать. Метра пятьдесят, метр семьдесят. И все заросло. И здесь тоже так же, вот примерно такая плеть. Как тут? Можно было выкосить, заденешь. Только вручную. Ни одной плетке не повредить. Уже они светут. Это тыква. Здесь просто заросшее было. И бульдозер все убрал. Мы попросили его пройти, примять коноплю. Она была выше двух метров. Конопля. Ну, это конопля техническая. Из нее ткани делают. Ошибка какая была. Тут кто до этого прежде был. Примятую коноплю. А вот, какие стебли. Не убрали. Их даже не могу переломить. А она была книстая. И тяпка ее не берет никак. Времени, конечно, не было у людей тут. Надо было убрать. Много встречается камней. Надо было граблями хотя пробили. Выжигали. Недогорелые доски лежат. И все это сегодня тяпкой рубишь. Это мы сами виноваты. Сейчас-то ссылаемся. Нет времени. Я подсчитал на все это, которое убрать. Мусор подготовить к тяпанию. Одному человеку. Ну, два лучше было бы. Часа работы. Некогда. Ну, при Луне. Один час. Зато потом мы десятки часов сэкономим. Я тяпку только наточу. Ну, по камням, если так, что она будет-то? Еще и не будет. Вот, посмотри, сколько. Вот это расстояние какое. Я вот спину сейчас. Раз, два, два. Четыре метра. На каждый участок четыре, пять. Тут дальше выкашивать надо. Вон она, какая плеть уже. Да это больше двух метров. Руками. А сколько я тут времени был-то? Да час примерно. За один час. Так это не готовы взять да убрать. Поэтому, кто когда работает, всегда смотрите, какая земля, площадь. Подготовленная или нет. Сейчас посмотрел. Старый рос клен. И в два пальца толщиной всего только. Ну, можно было, думаю, убрать-то. Кто хозяева-то были-то до нас-то. Али не убрали. Не убрали, а теперь что? Ну, сейчас я подолбил, долбил его. Это тяпка где-то. Вот здесь прямо. Прямо здесь вот сейчас только что я его кое-как провернул. Этот мог, да? Нет. Прям корень торчит. Торчит. Ствол. Ясное дело, что его никак нельзя взять. А я его рублю-рублю. Потом наклонился, стал смотреть. Ого-го-го. Да там же. Где же это я тут его сейчас только рубил? Нет, это что-то идет. Видать. Видимо, где-то переднее здесь. Сейчас я гляну, поставить. Показать, как это бывает. Камни, камни, камни. Ну, это не все сразу. А где же это она у меня там? Интересно, до чего. Я думаю, рубил. Главное, обернулся назад и посмотрел. Думаю, это вторая от краю. Вторая от края. Ой-ой-ой. Толмач. Толмач. Нет. Ну, короче, так. Здесь же-то. Ага. Главное, торчит. Торчок. Я повтор делаю тот же самый. Ну и вот. Тыква-то хорошая здесь будет. Земля плодородная. Дождички маленько начались. Она как раз захватила. Ее поливал. Я вижу, Никита банками носил сюда. Это получается, что четыре. Четыре. Если там четыре, то раз, два, три, четыре. Шестнадцать кустов. Шестнадцать кустов при площади такой. Они могут... В прошлом году на 11 метров мы видели, она запускала. Тыква, это... Так не скажешь, что витаминная. Но она очень легкая для пищи. Интересно. Ну здесь больше кустов, Игорь Ильич. А? Здесь больше кустов. Кустов больше здесь, не шестнадцать. Шестнадцать? Больше, больше, больше. Ну это тогда я не знаю. Тут даже ходить сейчас не разрешать никому. Видишь, куда? Ворота... Раз, два, три, четыре. Вот там еще есть. Вон там. Я не нашел. Вон там на бугру растет одно. А-а-а. Больше было. Ну теперь что? Тебе надо выкашивать. Давай-ка посмотрим, что у тебя получится. Вот промежутки, которые я оставил, их можно брать. Но кто и не подходить. Близко даже. Он бывает так. Отросток и прямо внутри. Вот этот можно... Вон на том вес. Я специально широко брал, чтобы ты их не запорол туда. Ну-ка покажи, что получится. Хочется передать опыт борьбы за тыкву. Где ты будешь косить ее? Вот этот промежуток можно взять. Смотри только где отростки. Надежда Васильевна. Вот площадку делаем. Вот вчера мы боролись за верх. Вверху вот этот вот. У него его убрать. Уберем или нет. Как Бог даст. А это дальше Володин дом. Сегодня уже 11 июля. Завтра Петров день. Мы только начинаем тут обрабатывать. Нам видать нету больше ничего. Надо выкашивать. Там шланг идет. Ну я прошел, перетоптал там все ногами. Пытался с корнем вытащить репья. Его с корнями не вытащишь. Он очень-очень глубоко корни пускает. Во. Да там дальше куст. Закоси этот куст. Вот этот дальше. Она через него не перейдешь. А потом он засохнет и вообще... Вот так. Вытащит до конца его все. Ограда-то не нужна тут. Из сорняков. А тут дальше смотри. Шланг появится. Да, да. Вот так надо прокашивать. Потом ты сразу ее захватывай. Сейчас пройди литовкой-то. Из-под этой вытащить, чтобы... Из-под шланга. Надежда Васильевна задаст нам персу. Видишь, как косим. Потом это все могло пойти на корм скоту. А у нас нет. Это ни за что считается. А ты ниже бери. Ниже, ниже ее бери. Вот так, под ним. Во. А там можно будет. Видишь, я еще наделал. Я вырезал лопатой. Копаю глубже. Вот деревня. Растолстеть некогда. Все, удовольствие здесь. Даже не будет тыквы, ничего. Но посмотри, какие облака. Какие. Дождик прошел. Это я по горизонту показываю. Какая красота. Это все только на нашей усадьбе. Вот у Надежды Васильевны рядом. Там телеграции, столбы электрические идут. Высоковольтные, 10 тысяч. У нас трансформаторные. И какие облака. А у людей еще облака. Придумали облака там. Система, письмо послать. Облака, облака. Никаких облаков и нету. А вот облака. Вот они идут. Красотища-то какая. Все влажное. Надежда Васильевна пошла. Куда пошла-то, эй? Курицам еще не давать им к этим, к собакам. Ни в жизнь не догадаться, куда пошла. Даже и тут, и то соблюдается тайна. По-старообрядчески. Ничего никому не рассказывай, чтобы люди не узнали. Бегать и таиться. Таиться и бегать. У некоторых это вошло уже в норму жизни. И поэтому наша открытость такая, все показываем. Для них это шок. Не они открыты. Видеть нас открытыми, это невозможно. К утру нас живых не будет. Кольчинские знают, что вещик никто не охраняет. Дома на замок не закрываются. Все пропали. Никого нет, а у них воруют. А у нас пришли воры, все попались. Попались, сдали в полицию. Они больше что-то, видимо, обратились к Богу. Эх, крапива, как она фотогенично выглядит, крапива. Очень хорошая. В большой рамке в интернете есть лечебная крапива-по-жопе. Ох, как. Она выше, чем 60 сантиметров-то будет вполне. Это который раз уже ее убираете? Это четвертый, получается. Четвертый раз. Представьте, какая она была бы. Ну, пройдет неделя, она опять такая. Вот какая живучая. И в ней много металинов. Вот так. Там добей под самого шланга. А-то вырвать лучше с корнем. Косу не ломать. Конопля. Наркоманы аж воют, когда увидят, как мы с коноплером справляемся. Ой, да это лечебная, лечебная. Все, кладбище забито. Все, лечилися. Ну, это можно взять. Здесь ничего нету. А вон, где? Вон, далеко. Дотуда ничего нет. Вон там будет. Сейчас Володя подстрижет ее. Ближе не подходи, пока не пройдем там вручную. Ну, большие участки-то, почему их косой не убрать? Все равно она вырастет. А я хожу и с корнем вырываю крапиву. Тогда она дольше не появляется. У нее корень все равно остается. И лопухи, и репей завез. Я им войну объявил. Уже несколько сот корней вырвал. Выразил. Вот так. Эх, как прекрасно. Даже смотреть и то весело, любо-мило. У-у-у, сколько грачей-то летит. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, они бесконечно летят, кажется. Летят, и летят, и летят. Ну, сколько-то тут. Кажется, тут сотни тысяч. Кружатся, падают. Вон, и над нами летят. Все, пока.